Хочешь приобрести элитный набор, а душ не хватает? Тогда советую посетить сайт ProSeller, где ты сможешь приобрести множество персонажей игры Injustice, Mortal Kombat X, а также заполучить большое количество монет и душ по низким ценам и быстрой доставкой на все мобильные платформы. Всё делается быстро и качественно, впоследствии чего твой аккаунт забанен не будет. При покупке двух персонажей линейки Injustice 2 введите промокод и любой персонаж из режима прорыв качается бесплатно. Ссылка на сайт и промокоды в описании под этим роликом. Всем привет, ребят! Вы на канале Стивен Геймс и сегодня я начинаю играть в игру Injustice 2 и это первый взгляд. Давайте посмотрим на игрушку, я её наконец-таки установил, она доступна на данный момент только в Филиппинах на iOS устройствах. Да, поэтому пришлось приобрести iPhone, чтобы поиграть одним из первых в эту игру. И в целом, да, как-то так у меня всё получилось и я поиграл уже в игру, 30 минут, впечатления, честно говоря, огромнейшие. Хоть и игра меня не совсем, как бы сказать, удивила, я ожидал от неё чего-то большего, но всё же пока что как есть, так есть. Возможно, это из-за того, что бета-версия и с обновлениями игрушка будет улучшаться, улучшаться и улучшаться. Я надеюсь на это. Ну а давайте пока что посмотрим, что она вообще из себя представляет. В игре есть кампания, есть арены, которые на данный момент недоступны, своего рода битвы по сети. Если вы играли в DC Legends, вам разобраться в этой игре будет гораздо легче. Я, так как поиграл всего лишь в неё два раза получается, то я сейчас буду такой сидеть. Ага, рубины, золото, энергии с 249 из 63, как вообще это возможно, но в целом не важно. Ну, я думаю, вы поняли. Также есть доступные лиги, лиги своего рода, как я полагаю, это по типу как в Mortal Kombat, там тоже есть своего рода лиги. Я уже не помню, в пламенном драконе лиги нахожусь, то ли что-то в этом районе. Возможно, здесь то же самое. Челленджи, это своего рода испытания, я так думаю, но они тоже пока что недоступны. Есть операции, я в них, если честно, не разобрался, мои персонажи либо не подходят для этих операций, потому что, когда я выбираю ни одного из персов моих, а это Харли Куин, Чудо-женщины и Бэтмен, выбрать не получается. Всё-таки это бетка, функции ограничены, поэтому как-то так. Но зато трейнг-миссии доступны, это, опять же, как бы вам сказать, башни, да, одним словом башни, которые можно проходить. Как башня Шоукана в Mortal Kombat X, здесь есть своего рода башни, я потратил уже все возможности поиграть в её, и поэтому башни я пока что затронуть не могу. Но начнём мы, конечно же, с персонажей. Персонажей здесь очень много, но достать их стало гораздо сложнее. Если раньше ты хотел приобрести золотого персонажа, ты его, конечно же, покупал. Вот тебе золотой персонаж, всё отлично. Здесь всё гораздо сложнее. Здесь ты открываешь золотой пакет, и тебе падает 5 осколков персонажа Киборга. И чтобы собрать этого Киборга, нужно 45 осколков. И ты такой думаешь, блин, когда же я получу этого персонажа? И в целом мне выпал и Киборг, и Супермен. И как вы видите, здесь ни Киборга, ни Супермена нету. И всё по той причине, что это всего лишь были частицы этих персонажей. Довольно сложно сейчас объяснить, но я думаю, суть вы понимаете. Здесь нужно собирать каждого персонажа. Здесь нет элиты, есть уровень, всё подразделяется на звёзды. Тем самым она мне очень сильно напоминает Marvel Битву Чемпионов. Но всё же как-то так получается. Если нажмём на магазин, то здесь доступен бронзовый пакет, который открывать можно каждые 3 часа совершенно бесплатно. Не знаю, это на всё время будет, либо это только сейчас. Но пока что мы можем открывать его без особых проблем. Также есть серебряный пакет, открывается за 5000. Монеты здесь достаются гораздо легче, нежели чем рубины, поэтому проблем не возникнет. Ну и, конечно же, самый главный золотой пакет, который открыть можно будет только лишь за 150 рубинов, рубинов, которых у меня нету. В общем, как-то так. Я открыл и так уже 2 золотых пакета, и оттуда мне выпало, одним словом, ничего. В общем, как-то так. Также есть ачивки, что мне понравилось, потому что ачивментов в первой части не было, я не мог получать каких-то наград. А также есть ежедневные задания. Какие-то ежедневные задания я выполнил, как вы видите, какие-то нет. Также ачивки некоторые пооткрывал. Но ачивки гораздо интереснее тем, что здесь выпадают рубины, частицы персонажей, а в ежедневных заданиях тут либо энергию можно получить, либо энергию и рубины. В общем, все зависит, конечно же, от вас. Игра на данный момент только лишь на английском языке, потому что доступна в Филиппинах. Поэтому больше его сказать не могу. Все-таки английский язык — это не мой конек. Ну и давайте попробуем поиграть, наконец-таки. Я уверен, все ждут геймплея, как и я сам. И я сразу хотел бы сказать, что игра чем-то напоминает мне Batman Arkham Origins. Вроде такая игра была раньше на Android и на iOS. Тоже от Netherland Studios, от Warner Bros. И, честно говоря, вот движок, как бы сама игру, игра, сама боевка вообще в целом напоминает именно ту игру. И сейчас вы поймете почему. Давайте выберем Чудо-женщину, хоть я ее уже прошел, но прошел только лишь на две звезды. Конечно, хотелось бы рассмотреть менюшку, но я уже нажал играть, поэтому рассмотрим чуть позже. В общем, вот игра, да? Вот сама игра, вот персонажи. Как вы видите, здесь каких-то два зэка на меня напало. И, в общем, с ними нужно разобраться. Да, это не какие-то там персонажи, по типу Харли Квинн, Джокер и тому подобное. Нет, это обычных два зэка, которых нужно победить. В общем, Бэтмен первого сейчас прикончит, и второго мы потом еще должны добить сверху. Спецприемы здесь, конечно, немножко... Ну, как бы вам сказать, мягче. Честно, они мне не понравились. Вот, я не знаю, честно говоря. Я жму, что-то делаю, но все равно это что-то не то. Это не та Injustice, которая была. Возможно, я к ней привыкну, и все будет смотреться гораздо лучше, нежели чем сейчас. Но пока я вам могу сказать серьезно, что игра до оригинала пока не дотягивает. Хотя это хоть и вторая часть, но все же. Так, мне осталось победить только лишь Чудо-женщину. Давайте попробуем это сделать. Самое странное вот в этом геймплее это то, что можно блокироваться нажатием двумя пальцами по экрану. Но также здесь сделали отдельную клавишу блокировки в левом нижнем углу. Спрашивается, зачем? Ну, честно говоря, я не знаю. Но ее почему-то сделали. Так, мы практически победили. А, все, я уже две звезды в любом случае получу. Надо было выпустить, конечно же, Бэтмена, и тогда было бы три звезды. А так я до сих пор две звезды получил. Ну, ладно, бывает иногда и такое. Также свайпать сейчас не получится. Будем только тапать. Свайпы тут, по сути, созданы ради комбо. Если вы хотите скомбинировать свою атаку, то да, свайпы понадобятся. А так они приблизительно действуют, как в той же Marvel Битве Чемпионов. Когда вам нужно уклониться от какой-либо атаки, вы свайпаете влево, ваш персонаж передвигается влево и наносит какой-нибудь удар. Точнее нет, если только вправо свайпать, да, вправо, то тогда удар нанесет. А если влево, то просто поставить блок своего рода. В общем, как-то так. Те, кто играли в Marvel Битву Чемпионов, меня поймут. Те, кто не играли, ну, да, объяснить очень сложно, если честно. Так, давайте сыграем в Битве 13-й и, конечно, посмотрим сейчас на само меню игры. Как вы видите, у меня на данный момент выбрано три персонажа. Статы всех персонажей, троих, 4874, когда у противника 4090. Это означает, что, я думаю, многие и так понимают, что мы победим. Это значит, что мы победим. Если нажать на одного из персонажей, то мы можем выбрать его. Выбрать любого персонажа и, в целом, как-то так вот взаимодействовать с ними. У меня пока что только три перса, поэтому я особо выбрать не могу. Прокачивать во время боя нельзя, но если вы зайдете, например, в ростер, да, это ваши персонажи, в целом, все персы, которые имеются на данный момент, нажмете на самого персонажа и, конечно же, выберите его. Вот, как вы видите, можно его покручтить, посмотреть на Харли Квинн, отличный перс, и, конечно же, выбрать к ней экипировку. У меня, честно, Харли Квинн стоит экипировка и я без особых проблем собрал ее полностью. Но все равно экипировка самая такая мелочная, и поэтому персонаж от этого гораздо сильнее не стал. Вроде как обычный перс и, в целом, все. Однозвездочный персонаж. Да, сейчас персонажи подразделяются на звезды. Пять звезд у вас просто бомба перс. Четыре звезды тоже бомба, но чуть хуже. Ну и так далее. По наклонной три, две и одна. У меня пока что однозвездочные персонажи. Есть таланты, которые можно разблокировать. Стоит 5000 монет, плюс 5% к атаке, плюс 5% к защите и так далее. Я думаю, вы и так это понимаете. Также можно прокачивать спецприемы. Вот, например, кексик за 500 монет можно качнуть. Давайте это сделаем. Все, он у меня уже второго уровня. Супер просто. Ну и посмотреть на статы самого персонажа. В целом, статуя у меня на данный момент у Харли 1757. По-моему, самый сильный персонаж на данный момент это... А, Харли Квинт, по-моему, и является. Я-то думал Чудо-женщина, а оказывается, что нет. Это не совсем Чудо-женщина. Самый слабый пока что Бэтмен, потому что никакой экипировки на нем нет. Я ее не получал и поставить, к сожалению, пока что не могу. Как вы видите, пусто. Ну, что поделать. Как-то так. Так, ну и давайте перейдем сейчас на 13-ю битву. Попробуем поиграть на 13-й битве. Посмотрим, что получится. Я вижу уже, что она будет связана как-то с Акваменом. Это вроде как сюжетная линия, вроде как кампания. Но как она связана с сюжеткой, честно говоря, понятия не имею. Поэтому, как бы на этот счет говорить что-то бессмысленно. Давайте попробуем поиграть. Посмотрим. Вдруг я что-нибудь пойму, наконец-таки. Так, что ж, снова загружается игра. Ждем. Ждем этого момента. И вот она загрузилась. Нам показывают такую небольшую вставочку. И поехали. Что ж, наносим пока что урона. Довольно мало. Я думал, гораздо больше буду наносить. И тут горилла выскакивает, блин. Их две штуки, вы посмотрите. Две гориллы. Сейчас одну прикончим, вторая появится. А нет, смотрите, на супермена сменился. Странно даже. Так, атакуем. И атаковал я в блок. При смене персонажей персы наносят урон. Я не знаю, честно говоря. Либо это благодаря какой-то пассивной способности, о которой я не знаю. Благодаря, возможно, просто тому, что они выскакивают и каждый раз наносят урон. Вот этого я тоже, понятно, на 100% не могу. Но в целом выглядит это интересно. Персонажи по типу вот этих вот горилл, они побеждаются очень быстро. Потому что это не основные персонажи. Это своего рода, знаете, такие войска, как, опять же, в Бэтмене были. Там своего рода были наркоманы, были преступники. Их нам нужно было победить, чтобы встретиться с тем же Джокером, например. Здесь своего рода такая же ситуация. Вы побеждаете вот этих вот горилл. И после этих горилл выскакивает какой-нибудь основной персонаж по сюжетке, который идет, тот же самый Супермен, как был в этой битве. В общем, такая тема. Честно говоря, меня это не совсем устраивает. Но пока что как-то так. Поэтому я особо вникать и не стал. На данный момент всего 4 сюжетки есть. Я думаю, что с обновлениями немного добавят. Все-таки, блин, мне кажется, 4 сюжетки по 4 персонажа. Это в целом 16, получается, башен будет, как таковых. Это не так уж и много. В общем, такая тема. Магазин я вам показал. Вроде так же я продемонстрировал. Ну, настройки только что не показывал. Но они здесь стандартные, как и в первой части. Поэтому о чем здесь говорить, я даже не знаю. Энергии 237 из 63. Фух, еле выговорил. По той причине, что я вот здесь выполнил задание. Как вы видите, мне упало 60 энергии. У меня было 60, плюс 60 упало. И того уже 120 стало. Плюс еще до этого момента мне энергия упала. Либо с ачивок, либо я просто так ее выигрывал в бронзовых пакетах. Да, в бронзовых пакетах я еще выигрывал. Энергию тоже перепадало. И накопило я на данный момент 237. Рубины тратил. Поэтому на данный момент только 80. А так я открыл пакетов на 300 рубинов. В целом, у меня бы сейчас было 380 рубинов. И приблизительно около... Ох, даже не знаю, чтоб не соврать, монет 1015, наверное, монет бы было. Но это все равно мало. Мне кажется, что это мало. Потому что пакеты нужно открывать. Нужно вытаскивать оттуда персонажей. Нужно их как-то собирать, чтобы это был полноценный персонаж, которым я смог сыграть. Ну, на данный момент персонажей не так много. Все время о персах думаю. Поэтому уже непонятно, что говорю. Как вы видите, зеленый фонарь. Киборг. Дэдшот. Есть горилла. Которая, по сути, не нужна, мне кажется. Женщина-кошка. Супермен. Флэш. В целом, персонажи, я думаю, многим знакомы. Возможно, со временем они будут добавляться. Но это бета-версия, ребят. Что и не сказать еще. Кроме как, игра мне, если честно, понравилась. Это что-то нестандартное. Не знаю, как дальше будет развиваться событие. Вдруг она станет для меня еще лучше. По той причине, что я наконец-таки научусь в нее играть. Но пока как-то так. Вот такой вот первый взгляд у меня получился. Да, все-таки айфон спас меня тем, что на нем она запускается. Пришлось создать, если кто-то задастся вопросом, как я ее скачал. Я создал новый аккаунт в App Store. Филиппинский. Да. Филиппины. По-моему, в Филиппинах она вышла. Да, филиппинский аккаунт. Адрес. Все остальное я брал чисто. Прописал название ресторана какого-то в Филиппинах. И взял оттуда этот адрес. Ставил. От балды написал имя, фамилию. И в целом все. Зарегистрировали аккаунт без особых проблем. Зашел в App Store. Скачал Injustice 2. Ну и, как вы видите, записал ролик. В общем, как-то так все получилось. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Если понравилось, ставьте лайки, ребят. Для этого мне пришлось приобрести мобилу. И плюс еще зарегистрировать аккаунт в Филиппинах. Как будто бы я там живу. Поэтому надеюсь, что у вас все получится. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok